Приветствую всех на своем канале, меня зовут Таня Романцевич, и сегодня мы готовим чили кон карны. Это очень вкусное и интересное блюдо техаско-мексиканской кухни, которое просто обязан попробовать каждый. Понадобится 500 г говяжьего фарша, пара ложек оливкового либо растительного масла, 2 зубчика чеснока, 1 болгарский перчик, 1 большая луковица, 400 г фасоли на 1 баночку, столько же томатов в собственном соку и по желанию 4 ложки консервированной кукурозы. Специи у меня здесь 2 чайные ложки сладкой паприки, 1 чайная ложка острого перца, 1 чайная ложка орегано и столовая ложка коричневого сахара, но можно и 1 чайную ложку белого и соль. Сперва подготовим овощи. Лук нарезаем мелким кубиком. Перец очищаем и нарезаем средним кубиком. Чеснок тоже измельчаем. В разогретую сковородку наливаем масло и выкладываем лук. Обжариваем на среднем огне до прозрачности. Теперь добавляем перец и чеснок. И обжариваем до мягкости перца. Теперь добавляем фарш и сразу же его разминаем лопаточкой, чтобы не было комочков. Ну и обжариваем до того момента, пока не выпарится вся жидкость. Все, фарш начал поджариваться. Теперь добавляем специи, орегано, паприку, острый перец и сахар. И обжариваем это все еще пару минуток. Если любите кумин, то добавьте еще и его. Теперь добавляем фасоль, кукурузу и томаты. Ну и солим по вкусу. Хорошо перемешиваем, доводим до кипения. Теперь уменьшаем огонь на минимальный. Накрываем крышкой и тушим примерно 10 минут. Блюдо получается очень вкусным, сытным и действительно мексиканским. Его можно подавать как самостоятельное блюдо, либо, например, с рисом на гарнир. Вот, если добавлять все в точности по рецепту, то получается и в меру острое, и такая чуть-чуть сластинка присутствует, и кислинка. В общем, всего в меру. Вот, ну и если вы никогда не готовили, я вам советую приготовить. Думаю, вы будете приятно удивлены. Ну а у меня все. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, конечно же, пишите комментарии, я их тоже буду ждать. Скоро увидимся. Всем пока.